Василий Бедненко каждый день наблюдает за тем, как разрастается свалка. Он водитель автобуса 94 маршрута. Иконечная его остановка скоро упрется в мусорную кучу. А рядом жилые дома. Ну безобразие, конечно. Нет ничего такого, чтобы... Ну как можно смотреть на это? Уже так разворачиваемся и смотрим на красивое. Да, безобразие. Как это устранить, мы не знаем. По своему характеру мусор строительный. По количеству образовавшихся куч можно предположить, что сюда, к бывшим волонтерским домам на улице Яна Фабрициуса, отходы стройки привозят не первый день. Кто-то буквально облюбовал это место. А еще вот эту зеленую зону неподалеку. Там тоже строительный мусор. Где-то здесь идет стройка. И так как запрещают мусор оставлять на общей свалке, поэтому сюда и начинают привозить. Действительно, в обычные контейнеры для твердых бытовых отходов такой строительный мусор выбрасывать запрещено. А сдавать на перерабатывающий завод только за деньги. Вот и выбрали недобросовестные строители для себя самый простой, но незаконный способ избавляться от отходов. О проблеме в администрации Хостинского района знают. Говорят, мусор на Яна Фабрициуса появился в новогодние праздники. До Нового года этой свалки еще не было. Это было все сделано. Новогодние праздники. Нашими недобросовестными строителями, которые незаконно, причем хочу заметить, строят свои дома. И таким образом они избавляются от мусора, не хотят платить. Документация была составлена и передана в полицию. Пока он будет для фиксации отделом полиции оставаться на месте, вот как только они все составят необходимую документацию, будем принимать меры для вывоза этого мусора. В случае, если полиция найдет нарушителей, то вывоз мусора ляжет на их плечи. Ситуация осложняется и тем, что территория, на которой образовалась свалка, не принадлежит городу. Но, тем не менее, без решения местные власти проблему пообещали не оставлять. И попросили жителей быть бдительными и обо всех подобных случаях срочно сообщать в администрацию и полицию.